На карте региона практически не осталось аналоговых белых пятен. Тамбовщина готова перейти на цифровое вещание. Новый год с новым телевидением встретит и семья Кувшиновых из Маршанского района. О том, как цифра входит в дом, расскажет Павел Юрасов. Неказистая рогатая антенна на крыше постепенно становится атовизмом. На смену приходят маленькие черные коробочки, ТВ-приставки. Дом в поселке Устьинском Кувшиновы купили недавно. Сделать пустые комнаты уютными еще предстоит, но телевизор уже стал центром общего семейного сбора. Решили купить новый дом, так как у нас стало очень много детей, места стало мало, и вот решили побольше взять. Ну, много места, дети растут, интересы разные, у всех хочется тоже как-то всем угодить. Мы должны сначала выучить уроки, ну и можно уже отдохнуть, посмотреть телевизор. Цифровую приставку Кувшинова получили в дар от российской телерадиосети. Маленькая антенна в любом уголке дома выдает устойчивый сигнал. В прекрасном качестве, 20 телевизионных каналов, да, слушают три радио, так что... Детям особенно нравится карусель, еще здесь канал, здесь спас, все остальное. Так что, тем более, что можно спокойно все это вести на домашнюю антенну. Прием очень хороший, ничего сверхъестественного не требуется абсолютно. Подарок без долгих раздумий сразу подключили специалисты. После единовременной настройки больше ничего не требуется, а с пультом справится даже ребенок. Нужную кнопку детского канала София запомнила раз и навсегда. Включаем наш любимый канал. Ой, смотри, 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 какой кот. Можно папу, но он чистелый. Отец семейства до вечера на работе. Цифровое телевидение станет для него сюрпризом. Пока папы нет дома, дочки осваивают ассортимент программ. Мультфильмы для девочек, а для родителей новости. Осталось только завести в комнату мебель, и зимние вечера на диване с любимой передачей помогут почувствовать уют нового дома. Павел Юрасов, Евгений Михеев, Олег Щербаков, Область новостей.